Добрый день, меня зовут Анна. Моя поездка в Африку была очень спонтанна. Буквально за три рабочих дня я купила первый попавшийся тур, где можно было слетать в данную экзотическую страну. И я оказалась там. Два дня для меня просто оказались сказки. Это был самый лучший водой в моей жизни. В интернете я нашла сайт Safari Zandibari, просмотрела их страницу. Мне понравились фотографии, понравилась сервис, который они дают. Я написала сразу же гиду. Мне в ближайшее время, в течение часа мне уже ответили. Скинули всю информацию, что входит в данную экскурсию. Написали стоимость. И что вся организация также на них ложится. Очень переживал, что какие-то мошенники будут и так далее. Потому что нужно было деньги ввести заранее предоплату. Я несколько раз на камень с договором. Но компания очень грамотная. И Safari Zandibari мне понравилась в принципе сервисом и подходом к моей лояльности. К принципе клиенту. Потому что мне направляли два раза договор. Мне направляли что-то действительно юрлицо. Мне направляли реквизиты компании, чтобы я удостоверилась, что компания действительно легальная на есть на рынке. Ну и плюс, конечно, те впечатления, которые я получила от отдыха, это просто незабываемо. Поэтому я нашла данную компанию с Safari Zandibari и ни капли не жалею об этом. Все было очень здорово и супер. Когда я ехала в Африку, у меня были большие опасения, что я обязательно что-нибудь подхвачу, какую-нибудь заразу. И первое, на что ты натыкаешься, это здоровый плакат Эбола. И соответственно, у тебя начинается ступор вообще. А стоит ли мне туда ехать, а не развернуться мне обратно улететь в Россию. Но эти страхи все уходят, когда тебя привозят. Тебя привозят в твой отель. Ты видишь прекрасное море, безумно красивые пейзажи, очень красивая природа, пальмы, фрукты. Почему? Еще у меня отложилось очень положительное впечатление. Мы поехали с друзьями, соответственно, один из друзей очень сильно заболел, температура под 40 поднялась. И это было все ночью, два часа ночи случилось. Соответственно, таблеток никаких не было. Данный гид, несмотря на то, что он просто нам организовал экскурсию, нам написал, нашел нам врача, отвез нас в клинику. Нам дали все необходимые медикаменты, сдали анализы на малярию, потому что риск был, что это малярия. Но тем не менее, еще два дня за нами наблюдали и смотрели. Когда компания страховая, которая у нас была, на принципе, отказалась нам помогать, сказала, ищите сами клинику. Они сделали все по-другому. Если сказать про сафари-цандибари, что еще понравилось, помимо того, что подошли индивидуально клиенту, да, ко мне, понравилась еще сама организация. То есть несколько раз напомнили, во сколько у тебя, тебе надо приехать. Тебе приезжают в отель, тебя забирают. При этом сказали, что обязательно возьмите такую-то одежду, возьмите с собой завтраки, возьмите первое, второе, третье там спреет насекомых, потому что могут быть комары в определенное время, чтобы вас не покусали. То есть настолько заботливо подошли, что это, конечно же, нравится. То есть вплоть до мелочей все объяснили, рассказали. Это очень незабываемое впечатление. Безумно чистое море, бирюзовое море, белый песок, как в картинке, без всяких фильтров. И когда ты выходишь на пляж, с 12 до 4 вообще пляж пустой, потому что очень жарко на улице, все боятся солнца, а ты один лежишь и купаешься в океане. И это здорово, как будто все для тебя, и ты действительно, этот остров твой, как говорится. Смотришь фильмы, смотришь какие-то телепередачи, в реальности оказывается все по-другому. СМИ нам показывают все, что есть плохое, а все хорошее остается где-то на заднем плане. Да, там есть беднота, беднота есть у нас в России и в любой другой стране. Но есть и обеспеченные мегаполисы, есть обеспеченные города, где тоже так же все хорошо, новостройки и идет жизнь. Есть развитые мегаполисы в той же самой Африке. Могу сказать, что дороги в Африке лучше, чем в России. Ну и плюс доброта, менталитет людей. Они очень общительные, они очень добрые. Каждый прохожий с тобой пытается поговорить, пожелать тебе доброе утро, завязать с тобой разговор. И они все радуются, радуются жизни. И неважно, они обычные там рыбаки, которые проходят, они обязательно тебе скажут там добрый день, как ваши дела, и с тобой попытаться поговорить. Ты едешь на джипе, ты едешь один, то есть нету никого, то есть только ты и твои друзья, с которыми ты прилетел. Мы видели и обезьян, мы видели жирафов, бегемотов, гиппопотамов, львов, да, и маленьких львят, ну как маленькие, относительно, но которые уже могли съесть человека. Единственное, когда мы могли выйти из машины, это когда гиппопотамы были под водой на далеком довольно-таки расстоянии, потому что они были в воде. И как только гиппопотамы таскивал голову, конечно, что мы бежали в машину, чтобы, не дай бог, он на нас не напал. Самый забавный был момент, если вспоминаю, что змея вылезла на дорогу и остановила нам проезд. Мы, соответственно, ждали около, наверное, 10 минут, чтобы она проползла, но она не собиралась это делать. И нам пришлось разворачивать, делать огромный круг по сафари, потому что это их территория, территория животных. Их даже искать не надо. Ты проезжаешь метр, вот у тебя одна стая животных, да, там зебры, там, поворачиваешь голову, тут уже пробегают, там, не знаю, жирафы, тут же рядом моются у тебя слоны, маленькие слоняты, которые боятся, да, и бегут быстрее за мамой, если они видят машину и прячутся. Очень мило на этим всем заблюдать, поэтому отдых данный нам помогал в сафари Цензибаре, да, то есть экскурсию, которую они организовали в этот парк, и я безумно довольна этим отдыхом. Два дня находясь вот в этом национальном парке, это были самые, наверное, забываемые дни в моей жизни. Я бы очень хотела порекомендовать всем своим друзьям, я это уже сделала, видели мой инстаграм, все думали, что я вообще отдыхаю на Мальдивах, потому что море, там, океан, прошу прощения, там очень красивое, и все думали, что я отдыхаю на Мальдивах, но это казалось Африка, это казалось Танзания, поэтому если вы хотите чистое море, прекраснейший отдых, незабываемые ощущения, это именно, ну, стоит посетить именно Африку, остров Танзания и побывать именно в сафари-парк. Если нужна экскурсия, то обращайтесь в сафари Цензибаре.